Друзья, всем привет! Сейчас я хочу, как это еще модно, сделать распаковку кофеварки, точнее вот такой маленькой кофемашины и кофемолки, которая называется Зигнут Эйнштайн. И еще я сейчас при вас сварю порцию кофе, от начала до конца. Кофебарка пришла вот в такой упаковке. Данная модель позволяет делать эспрессо, капучино, латте, а также остыненное молоко. Вот здесь заявлено 20 бар давления, выдерживает машинка, и сейчас мы это все испытаем. Пришел данный агрегат в разобранном виде. В комплекте входил, получается, вот рожок. Здесь две емкости для одной порции, вот одна ложка, и для двух порций. Также ложка и такая трамбовочка. Автоматический капучинотор, который вот разбирается. И, соответственно, емкость для воды. Воду я здесь набрал очищенную, из-под фильтра, и вставляется достаточно легко. Вот так легко и просто вставляется, закрывается крышка. Для того, чтобы молоко было более, пенка была более, скажем, пышной, я взял отборное молоко, вот такого плана. Можете взять любую другую фирму. И сейчас залез, да, небольшое количество, ну, где-то половинку. Вот в этой емкости отмечено минимальный уровень молока, который должен быть и максимальный. Не ошибетесь. Далее вставляем крышку. Благодаря вот этой крышке молоко можно хранить прямо в этой емкости в холодильнике. Вставляется она довольно просто. Сбуками аккуратненько поставим. И давим до щелчка. Вот. Кофейные зерна взял, скажем так, взял рандомные кофейные зерна. И сейчас попробуем сделать... Ой. Вот так, кстати, нажимается. Очень удобно. И сейчас попробуем небольшое количество зерен перемолоть. Я думаю, достаточно. Запах обалденный. Я думаю, надо придумать какую-то закрывашку для этой упаковки. Беру сейчас подальше, чтобы она смекликала. Он там не упадет, надеюсь. Так, вот. Кстати, кофемолка также фирмы Zygmunt Einstein. Кому интересна модель, я потом в комментариях напишу. Поехали молоть. Давай посмотрим, какое получилось по-моему. Ну, как вот, я не знаю, для кофемашины подойдет такой по-моему или еще чуть-чуть меньше делать. Да подоюсь. Давай чуть-чуть. Там такое дело. Пару раз. Ну, все, я думаю, достаточно. Кстати, в инструкции даже было сказано, что для того, чтобы кофе был более вкусным, делать свежий молотый кофе. Ну, аромат очень такой потрясающий. Сейчас я вставляю на чашку горожок. Вот. Я думаю, что можно ее в кофемолку уже отключить. Так вот, и теперь сейчас буду как-нибудь отсюда аккуратненько насыпать. По идее бы пересыпать куда-то, но у меня сейчас не готова для этого пока никакая тара. Вот, насыпал определенные обезки. Давай еще немножко добавлю. Это я хочу сделать одну порцию, поэтому я не стал забивать ее полностью. И, кстати, производитель рекомендует не насыпать кофе, если да, доверху. Так, и сильно не утрамбовывает. Вот, я ее выровнял. Теперь смотрите. Мы вставляем рожок. И вот здесь положение, где замочек открыт. Вставили. И прокручиваем до положения, где замочек закрыт. Все. Никаких щелчков. Просто не надо перетягивать. Мы поставили. Молоко у нас готово. Теперь кофемашину включаем. Моргают индикаторы. Сейчас я поясню, что это значит. Вот это значит приготовление эспрессо. Справа это двойное эспрессо. Это обозначает капучино. А это латте. И вот эта чашечка, это спиняное молоко. Данная кнопка вот со стрелочками, это очистка машины от накипи и также очистка капучинатора от остатков молока. Первый раз, когда мы машину включали, я ее включаю уже не первый раз. Первый раз, когда мы машину включали, то производили очистку обязательно всей системы. И после каждого приготовления капучино, то есть не после каждого, а после приготовления, допустим, пары-тройку чашек, я делаю очистку капучинатора. Смотрите, здесь вот сверху есть поверхность с такой, я не знаю, алюминиевая, что ли, это какая-то пластинка. Эта поверхность, она подогревается. В данном случае вот у меня две таких чашки входят, ну, как бы спокойно. То есть они целиком на этой пластине находятся. Данная поверхность подогревает кружки перед тем, как вы будете готовить свой кофе. Итак. В общем, сейчас, пока она готовится, я подогреваю кружку. Итак, смотрите. Мы ставим вот сюда вот стакан. Вот этой ручкой рожок капучинатора направляем в нашу кружку. Здесь вот в этом рожке две, два отверстия, что позволяет делать одновременно две порции капучино, не капучино, а эспрессо. Вот. И поехали. Моя любимая любит, что у нас капучино. Поэтому сейчас будем готовить капучино. Делается просто нажимаем одним движением кнопку капучино. И наблюдаем. И, кстати, вот здесь вот, покажи, уровень пены можно регулировать. То есть чем меньше уровень, тем горячее будет молоко. И мы сделаем сейчас примерно на половинке. Примерно таким образом набирается определенный объем молока. И сейчас будем готовить эспрессо добавляться в этот объем. Покажи парту, которая не идет. Это одна порция эспрессо выглядит небольшой, потому что в данном случае у нас кружка 340 миллилитров. А если будет действовать стаканчик, допустим, порядка 140 или 200 миллилитров, то это будет, конечно, выглядеть уже более презентабельно. Но в данном случае мне нравится. И еще, сейчас покажу еще один режим, про который почему-то мало кто показывает. Давайте попробуем кофе. Такой получился. Ты будешь пробовать? Такой насыщенный. И пенка, смотрите, какая густая. Кстати, такая же пенка получается от молока 2,7 примерно. Кофе горячий. Так. Это я оператор нашему оставлю. Стаканчик. И сейчас я еще вам покажу режим, который можно запрограммировать уже по своему вкусу. Выбрать нужное количество молока и эспрессо для смешивания, которые уже вам нравятся. И так, чтобы объем кофе у вас также устраивал. Сейчас я здесь буду добавлять немножко побольше и в дальнейшем можно будет вот эту порцию кофе, которое перемалывается, взвесить его, допустим, на таких домашних кухонных весах. И смотреть уже тот объем ставить, который нужно непосредственно на ванну. Так. Все. Я набрал вот такое количество кофе. Вот такого помола. Так, носик нам мешает. Мы сейчас его вот так вот раз и убираем. Вот теперь мы опять уведем до того, чтобы замочек был посерединке. Здесь уже поверхность такая тепленькая. Кружка даже подсохла. Ставим нашу кружку, носик сюда. И сейчас программируем кофемашину делать кофе того объема и того сочетания кофе и молока, который нам нужен. Для этого мы зажимаем кнопку с пененым молоком и держим ее. Вот начинается молоко. Я могу сделать вот так вот. Допустим, побольше пенки. Нет, я вот, допустим, не хочу, чтобы молока была вот, например, вот столько. Все. Я опускаю кнопку. И, допустим, я хочу весь остальной объем, чтобы у меня было кофе. Или было. Нажимаю кнопку эспрессо. И удерживаю, жду, пока готовится. Нужно, чтобы я в кофе не могу деться. Дяденький, да? Наверное, мне надо молокировать поменьше. Ну, поскольку я готовлю буквально считанные разы, поэтому я думаю, что в будущем проэкспериментируем. Вот, допустим, все. А, и видите, три звуковых сигнала обозначают, что данная программа сохранилась в памяти. Но производитель предупреждает, что нельзя запрограммировать больше, чем двойную порцию данного объема. То есть, допустим, если эспрессо предусматривает 50 грамм, то больше 100 грамм она не вылится. Даже при программировании. Ну, как-то так. И сейчас я попробую кофе. Ну, вот я, честно говоря, уже вижу, что оно, в данном случае, мне кажется, что больше похоже, наверное, на какую-то макочину. Хотя, вкус достаточно насыщенный. Вот, такой кофе делается с помощью вот такой машины, с густой обильной пенкой, и кофе получается горячим. Те, кто жалуется на то, что кофе получается теплым, регулируйте, особенно капучино и макочино, и латте, регулируйте вот данным регулятором молочную пенку. Потому что, когда мы делаем ее поменьше, то молоко становится горячее. Если вы делаете обильную пену, то молоко будет теплым или, возможно, даже прохладным. И поэтому кофе, соответственно, будет прохладнее. Для тех, кто хочет экспериментировать дальше и не ограничиваться только данными видами кофе, то есть эспрессо, капучино и латте, в комплекте идет руководство по эксплуатации, и в нем есть раздел рецепта. Сейчас я вам просто покажу для примера, какие можно здесь делать очень интересные виды кофе. Смотрите, вот американо, макеата, гляжце, макочино, раф, флэт-вайт, фраппы, кофе по-ирландски, кофе по-венски, какао, горячий. И вот, допустим, фраппы, очень вкусный кофе, который вы тоже сможете сделать благодаря этой кофемашине. И еще небольшое дополнение. Вот сейчас я разобрал кофемашину для того, чтобы помыть. И вот смотрите, у кого маленькие стаканчики для кофе, для вас есть небольшой такой сюрпризик. Можно вытащить подставку вот такую и поставить маленькие чашки. Но если у вас стаканы 200 миллиметров высотой, то нужно убирать данную подставку отсюда, чтобы они вместились. Потому что у меня большие стаканы не входят сюда. Все, благодарю всех за внимание. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы или пожелания, пишите в комментариях. Все, всем пока.